Хлеб – главный герой праздника. В зернах, в колосьях, в изделиях хлебопеков на выставочных столах. Отчеты, мастерство, таланты каждого района. Творчество тех, чьи руки в прямом смысле пахнут хлебом. Готовясь к празднику, мы не спали несколько ночей, дней. Старались сделать, преподнести для вас все, чтобы вас удивить, обрадовать. Новая технология сегодня у нас, но историю русского народа никак забывать нельзя, потому что русская печь кормила не одно поколение наших людей. Я думаю, сегодня этот праздник как дань уважения истокам хлебопечения. Зажигательные выступления народных ансамблей, ряды почетных гостей, среди которых ветераны АПК, легенды Донского края. Трибуны заполнены делегациями каждого района и ростовчанами, которые пришли разделить радость хлеборобов. Почетная тропа на сцену, где под аплодисменты героям жатвы вручаются награды. Трактористы, водители машин, комбайнеры, агрономы, руководители предприятий. Почетным работником Аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации в этом году стал и Василий Голубев. В Ростовской области уровень поддержки аграрного сектора со стороны региональной власти один из самых высоких в стране, отметил федеральный министр. Александр Ткачев встретился с лучшими аграриями Дона. Обсуждались темы цен и пошли на зерно, вопросы кредитования, налогообложения. Обращаясь к собравшимся, Ткачев отметил, что Россия аграрная держава и этим сильна. А санкции и наш ответ на них стали дополнительным стимулом для развития сельского хозяйства страны. В 2013 году уровень объема импорта в нашу страну был на уровне 45 миллиардов долларов. Представьте себе, каждый год возилось продовольствие на территорию нашей необъятной страны. То есть мы были зависимы и очень мощны. Сегодня, спустя только год, это количество, этот объем импорта снизился вдвое. Разве мы не молодцы? Кубанцы, донцы. Ростовской области по силам новые рекорды, уверенно заявил министр. Есть ресурсы, необходимо развивать мясное и молочное животноводство, расширять переработку сельхозпродукции. Для успеха есть основа – хороший урожай, который может превратиться в различные продукты. В прошлый год показал, что им удалось выгодно для себя продать выращенные. Хотя я сторонник того, чтобы мы все больше и больше перерабатывали то, что выращиваем, а значит, чуть больше зарабатывали за счет налога на добавленную стоимость. Оптимистичные настрои, консолидации и патриотизм каждого района, области и страны в целом стали отличительной чертой этого представительного собрания аграриев. Праздник не остановил работу в поле, сезон в разгаре, и в закрома страны каждый день отправляется зерно. Дон идет к новому рекорду. Татьяна Бочарова, Юрий Бабенко на Дону.